В 90-х на экраны телевизоров пришли сериалы и покорили сердца всех зрителей постсоветского пространства. А актеры, которые снялись в главных ролях, пользовались просто немыслимой популярностью. В прошлых двух видео мы вспомнили главных героев бразильских и аргентинских сериалов 90-х и узнали, как сложились их судьбы. Сегодня мы продолжим вспоминать актеров популярных сериалов 90-х. Что с ними стало и как они выглядят сейчас? Смотрите в нашей подборке. Дэвид Духовный. Секретные материалы. Карьера актера после окончания съемок в секретных материалах на несколько лет застопорилась. Затем Духовный взялся еще за один сериал «Калифорникейшн», за который получил «Золотой глобус». Проект растянулся на семь лет и параллельно «Экс Фокс Малдер» успел сыграть во второй полнометражке по мотивам секретных материалов. А после была та самая попытка возрождения легендарного сериала о паранормальных явлениях. Но 10-й и 11-й сезоны провалились. В личной жизни Духовный тоже бушевали страсти. В 2014-м, после 11 лет брака, духовно развелся с женой Тео Леони. После чего актер официально признался, что страдает гиперсексуальностью, которая и стала причиной развода. Джиллиан Андерсон. Жизнь агента Скайли после секретных материалов – это озвучка научных документальных фильмов и редкие постановки в театре. Но были и проблески. Например, номинация «Наэми» и «Золотой глобус» за роль в сериале BBC «Холодный дом». Сейчас Андерсон активно занимается благотворительностью. Спонсирует фонд по изучению нейрофиброматоза, от которого умер ее брат, и защищает права животных. В личной жизни у нее раздра еще больше, чем у партнера по съемкам. Первый ее брак продлился три года. Джиллиан родила дочь. Второй – 16 месяцев. Еще двое детей появились в ходе шестилетних неоформленных официальных отношений с режиссером Марком Гриффитсом. Санта-Барбара. Марси Уолкер. Увы, работа в Санта-Барбаре стала самой заметной из всех ее ролей. В большое кино зеленоглазой блондинки попасть так и не удалось. На собрании в церкви Марси познакомилась со своим пятым мужем Дугом Смитом, президентом филиала IBM, с которым живет счастливо по сей день. Оставила карьеру актрисы еще в 2005-м и стала христианским пастором. А еще Марси – директор воскресной школы в маленьком американском городке. Ее единственному сыну Тайлеру недавно исполнилось 30. Он тоже актер, а его первая роль – новорожденная дочь Иден и Круза Адриана. Эй Мартины. Он по-прежнему востребован и снимается в телесериалах и большом кино. За плечами роли в более чем 100 фильмах и сериалах. Кстати, Эй признавался, что влюблен в свою партнершу, игравшую Иден. Но он был женат и не посмел пойти на измену. И до сих пор живет женой душа в душу, воспитывает сына и двух дочерей. Джет Алан За свою карьеру Алан сыграл в двух десятках телесериалов, среди которых Санта-Барбара, Беверли-Хиллс 90-210, Лесси и Коломбо. Актер скончался в марте 2019 года в возрасте 84 лет. Лэйн Дэвис. Своего персонажа Мэйсона актер играл 5 лет. Он не очень любит вспоминать времена Санта-Барбары. Мужчина говорит, что порой ему приходилось учить больше 50 страниц текста за время съемок одной серии. Настолько болтливым был его персонаж. Лэйн утверждает, что у него с Мэйсоном нет ничего общего. Актер женат, имеет двоих сыновей. Именно детей он называет главным подарком от жизни. Увлекается плотничеством, катается на лыжах и рыбачит. Робин Райт Единственная из актеров Санта-Барбары вырвалась в большое кино. Не без помощи звездного экс-супруга Шона Пэна, под фамилией которого снималось долгие годы. Пэн – второй муж, с ним у них двое детей. Супруги не раз сходились и расходились, а в 2010-м таки развелись. С последним бойфрендом, актером Беном Фостером, который моложе Робин на 14 лет, дважды объявляли о помолвке, но так и не поженились. Своей ролью Келли искренне гордится по сей день. Николас Костер Интереснее всего, за пределами Санта-Барбары и телеэкрана вообще сложилась судьба Николаса Костера, исполнителя роли Лайонелла Локриджа. В 2014 году 80-летний актер женился на своей русской поклоннице, москвичке Елене Бородулиной, которая младше его на 43 года. Елена призналась, что влюбилась в обаятельного Лайонелла, когда была еще девочкой и впервые увидела его по телевизору. А повзрослев, нашла кумира на фейсбуке и завертелась. Николас бросил семью, детей и дом, ради новой любви. До того, как первая жена согласилась на развод, жил с Еленой на яхте, заняв у друзей приличную сумму. Пара и сейчас вместе. Тобиас Моретти, комиссар Рекс Самый обаятельный и лохматый служитель закона, комиссар Рекс покорил наши сердца более 20 лет назад. Австрийский актер Тобиас Моретти, который сыграл роль первого хозяина Рекса Рихарда Мозера, после сериала занялся музыкой. Еще до актерской карьеры он выучился на композитора в Венской музыкальной консерватории и сейчас превосходно играет на пианино, органе, гитаре, кларнете и перкуссии. А во время съемок в комиссаре Рексе Тобиас получил диплом агронома и до сих пор счастливо живет на собственной ферме с женой и тремя детьми. Сниматься Моретти тоже не прекратил и даже попробовал себя в амплуа театрального режиссера, поставив Цюрихе знаменитую оперу Вольфганга Амадея Моцарта, Дон Жуан. Гидеон Бургхарт Исполнитель роли второго хозяина Рекса Гидеон Бургхарт с малых лет играл в немецких фильмах и сериалах, но по-настоящему его звезда зажглась в комиссарии Рексе. После актер получил множество приглашений в другие проекты, самым известным из которых стали «Бесславные ублюдки» Квентина Тарантино. Кроме того, статного инспектора Брантнера можно увидеть в рекламе элегантных мужских костюмов. Личная жизнь актера также разнообразна, как и фильмография. В конце 90-х он приехал покорять Лас-Вегас и женился на американской журналистке Бриджит Камингем, но их брак распался спустя четыре месяца. Затем Гидеон вернулся на родину, где частенько менял подружек. А потом завел роман с Аникой Борман, которая помогла ему воспитать дочь от прошлых отношений. Сара Мишель Геллар – Баффи После выхода на экраны сериала «Баффи» истребительница вампиров Сара Мишель Геллар проснулась настоящей звездой. Но несмотря на огромную популярность сериала, стать большой актрисой Саре так и не удалось. Впрочем, это не мешает ей отлично выглядеть и поддерживать себя в прекрасной форме. Сегодня 42-летняя звезда пишет книги и выпускает наборы для быстрой выпечки полезных кексов. Люси Лоулес – Зена Королева Войнов. Карьера Люси началась с конкурса «Миссис Новая Зеландия 1989», где она заняла первое место. А вот в роли Зены актриса впервые появилась уже в сериале «Удивительные странствия Геракла» и настолько понравилась зрителям, что история о воительнице вдохновила продюсеров на отдельный сериал. В 2010 году на американском кабельном канале Stars был выпущен новый исторический сериал «Спартак. Кровь и песок», где Люси исполнила роль Лукреции, жены Батиата. Сейчас Лоулес встречается в эпизодических ролях в сериалах. Работает ведущий. Актриса счастлива замужем за режиссером Робертом Таппертом. Эдриан Пол. Горец. В 1990-е годы также шел сериал «Горец», который стал продолжением уже популярного горца 80-х. Актер Эдриан Пол в сериале сыграл бессмертного Дункана Маклауда. Эдриан продолжает сниматься в кино, на телевидении, но такого успеха, как после «Горца», у него больше не было. Сериал «Друзья». Кортни Кокс Аркетт. Благодаря друзьям карьера актрисы обещала стать очень успешной. Она снялась во всех сериях «Крика», но уверенный восход к голливудскому Олимпу был прерван из-за неудачной пластики. Поклонники были в ужасе, они не узнавали актрису, да и режиссерам не понравился новый облик звезды. До сих пор она снимается, но теперь редко появляется в широкомасштабных проектах. Мэтт Леблан. Герой Мэтта Джоуи Требиани так полюбился зрителям, что после завершения «Друзей» для актера написали персональный сценарий ситкома «Джоуи». Однако этот проект был недолгим, актер не стал расстраиваться и подался в продюсеры. Он до сих пор вполне успешно реализует свои таланты на этом поприще. Лиза Кудроу. За роль взбалмошной Фиби в «Друзьях» актриса получила премию «Эмми». После завершения сериала она продолжает активно сниматься в кино и телепроектах. Но, к сожалению, ни одна роль не прогремела так же, как в знаменитом ситкоме. Мэтью Перри. К сожалению, во время работы над сериалом Мэтью подсел на наркотики. Из-за болезни его не приглашали участвовать в других проектах. Однако завершающие сезоны ситкома стали первым шагом к выздоровлению. В начале 2000-х годов он вновь стал востребованным. По сей день актер много снимается в кино и сериалах, а также озвучивает мультфильмы. Дэвид Швиммер. Именно Дэвид был на момент выхода «Друзей» самым узнаваемым актером. Да и после завершения проекта его карьера успешна. Он много снимается в кино и сериалах, а также озвучивает мультфильмы. Дженнифер Энистон. Друзья стали для Джен первым серьезным проектом. Однако даже после завершения ситкома она осталась востребованной и с каждым годом ее популярность лишь растет. Многие поклонники уверены, что сейчас Энистон выглядит лучше, чем в молодости. И фото явно это подтверждает. Субтитры создавал DimaTorzok